Всем привет! Меня зовут Настя, вы на канале Жизнь в Англии. И сегодня мы поедем в магазин. Но мы поедем не на автобусе, а мы ждем наш лимузин. Он скоро должен приехать, и мы тогда поедем. Такси приехал, мы идем садиться. И вот мы приехали в магазин, он называется Range. Range. Очень классный магазин, там все для дома, вообще для сада. Много-много-много еще всего интересного. Сейчас будем заходить и посмотрим, что там внутри. И вообще стенд уже стоит, готовы все для Крисмаса и Нового Года. Я немножко переживала, что дома забыла маску. И когда садились в такси, я спросила, это очень страшно. Он сказал, нет, садитесь, все в порядке. И вот повезло, когда подъехали в магазин, здесь выдают маски. Вот, кстати, на предыдущих магазинах вообще, где мы ходили, вот не видела, чтобы выдавали маски на входе. Тоже готовы стенды для Рождества Нового Года. Все очень-очень красиво, такое праздничное, сразу такое настроение. О, какая красота! Олень! Олень! Оленька? Мама, папа и малык, да. Смотрите, какой классный фонарик, там как будто идет снег. Снегопадик! Снегопадик, Макс говорит, да. Мам, папа и малык. Обязательная процедура перед магазином, да, Макс? Вкусно пахнет. Скоро у нас праздник Хэллоуин, так скажем. И вот уже такие декорации везде. Но также, вот смотрите, вот продолжение, что много-много всего для Нового Года и Рождества. Будем ходить гулять и смотреть, что здесь еще такого интересного, красивого есть. Очень красиво. Сразу такое праздничное настроение, как будто Новый Год уже буквально через месяц, и можно уже делать подарки и все покупать и украшать. Полные и полные стенды. О, какие гномики. Красивые, да? Да. Очень красиво. Все такое сказочное, все так хочется. Украшать дома не хочу, просто на любой цвет и вкус. Для декора тоже, на любой цвет и вкус. В разных тонах и вообще много-много всего. Такие цветочки, слоники, свечки. Просто рай для декорации дома. О, единорожики. Цветочки. Тоже любых цветов. Вообще, как будто такие подмороженные. Красиво. Много больших часов, картин. Вам максимум вот эта понравилась. Рамочки различные. Для любителей Гарри Поттера можно у себя дома установить платформу 9,75. О, и для малышей. Щенячий патруль. И для девчонок. Вот такая интересная картина. Зеркало, да. Мне Кузька добралась до зеркал. Тоже такие интересные, разные формы. Вот такая интересная картина. Курочка-яички, свинка-бекон и коровка-молоко. Вот такая классная, классная эпелевая башня. Где-то, наверное, полтора метра. Много-много всяких ламп. Много-много всяких ламп. Ну, стенд с фонариками, наверное, чтобы было лучше видно, как они все светятся. Прикольно. Очень красиво. О, такой Сантос с оленем едет. И разные проекторы. И вот показывается сразу, как они светятся. Их можно использовать как в помещении, так и на улице. Ну, красивые такие. Наверное, когда совсем темно, и когда на большую площадь. Выглядят, наверное, очень празднично и красиво. Ну и, конечно, куда же без игрушек. Много-много полочек с игрушками. И лес елок. Просто на любой цвет и вкус тоже повыше, по махнати, по пушистее. Вообще, на самом деле, как-то, если честно, очень непривычно, что для Нового года уже все стоит. Обычно в Англии, да, это все рано происходит, но сначала у них впереди идет праздник Хэллоуин все-таки. Сначала все стенды напичканы, просто разрываются всего для Хэллоуина, а потом уже после 31 октября все полки просто в один момент меняются на все новогоднее. Но, как видите, уже, уже сегодня какое число? Сегодня, ай, какое сегодня число? Сегодня 5 октября. Ребята, 5 октября все продается для Нового года. Но, если честно, англичане, они очень заранее готовятся к таким большим праздникам. И для них Рождество, они, в принципе, они не отмечают даже Новый год, для них очень важен праздник Рождества. И для Рождества они начинают готовиться очень заранее, потому что для них это самый такой грандиозный масштабный праздник всего года. Они покупают море-море подарков для родственников, для всего. Они просто помешаны на декорациях. И вообще подготовка к этому празднику. И поэтому все на стендах появляется очень рано. Но, опять-таки, в этом году слишком рано. Вот, подошли к стенду, там, где можно делать все своими руками. Все декорировать, какие-нибудь красивые штучки делаться, разукрашивать, лепить. Вон, всякие открыточки. Очень-очень много декораций. Вообще, этот очень классный магазин. Мне он очень нравится. И причем вот это то, что можно делать руками вообще на любой возраст. То есть, тут могут делать и малыши, и на взрослых. Просто супер. Вот такие интересные штучки здесь тоже есть. Море-море стендов для Нового года. Море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море-море Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, кстати, родителям на заметку. Это очень-очень классная штука. Вот такие коврики под елочку, чтобы елочка красиво смотрелась и можно было поставить мешочки с подарками. Вот еще для Крисмаса. А вот стенд с различными адвент-календарями. Да, я еще вот это сейчас. Ты хочешь взять такую машинку, Ника, да? Нике понравилась вот такая машинка-грузовичок, да, Никайская? Вот, их много в виде елочки, в виде грузовичка, паровозика. Даже вот гномик есть, у него вся шапочка. В датах. И Санта. О, вот девочка тоже. И даже вот в виде оленя. И у него куча-куча мешочков. Наверное, напротив отдела здесь краски, шпаклевки, все, что хочешь для дома. Тарелочки, стаканчики. Для кухни всякое интересное. Обычно здесь еще мебель есть. Ну, вот, наверное, из-за того, что сейчас очень много декораций для Нового года, мебели нет. Вот отдел для животных даже. Море-море игрушек для животных, корм. Вот такой универсальный магазин. И очень интересно. Кстати, вот первый раз в Англии, ну, вот не в этом году, уже лет пять, наверное, увидела, что для домашних животных очень много всяких сна, сладостей, всяких таких прикольчиков, всяких игрушечек на тему Нового года, Рождества. Вот такой у нас был интересный поход по магазинам. И сейчас она даже немножко вспотела. И вот мы, как я говорила, вышли на улицу. Снега, конечно же, нету. Новогодняя елка еще не стоит. Но атмосфера была вообще такая незабываемая. Мы как будто на самом деле побывали уже в новогодней такой рождественской сказке. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, конечно, делитесь с друзьями. До встречи в новых видео. Всем пока!